Когда мы говорим о медиа-менеджере, по-разному эта должность может называться, но с точки зрения функционала, с точки зрения того, что человек делает, я таких людей называю медиа-менеджера. Он может быть главным редактором, он может быть владельцем, он может быть, не знаю, директором по развитию, как угодно. Но самое главное, что его отличает от всех других сотрудников редакции, это человек управляет. Управляет ресурсами, управляет людьми, управляет контентом. И вот эти три ключевые сферы, в которых он работает, они требуют планирования и контроля. Когда вы занимаетесь планированием ресурсов, вам необходимо понимать, сколько у вас есть денег, сколько у вас есть площадей, оборудования, в каком они состоянии, сколько они требуют ресурсов для того, чтобы их обслуживать, расходные материалы и так далее. То есть у вас должна быть достаточно четкая картинка, чем вы располагаете для того, чтобы создавать свой проект. При этом, если вы начинаете какой-то маленький проект, то очень вам небольшие ресурсы нужны для того, чтобы начать. Сейчас, слава богу, цифровая техника, даже один смартфон заменяет собой очень большое количество телевизионной техники, которые раньше требовалось для того, чтобы записать, например, небольшое видеоинтервью, либо какой-то репортаж на улице на каком-то событии. То есть вполне возможно, что вам не надо много-много ресурсов для того, чтобы ваш проект делать. Но то, что у вас есть, вы должны себе представлять, что это такое, чем вы обладаете. Вторая история – это управление людьми. На мой взгляд, одна из основных бед российских редакций в том, что люди, дорастая до редакторской должности, либо до каких-то старших должностей в редакции, люди не идут учиться менеджменту. Они думают, что на уровне здравого смысла и на уровне некого общего понимания, как люди работают, они смогут управлять даже небольшим коллективом. На самом деле это все не так. И те грабли, на которые такие самоучки-менеджеры наступают, они, блин, прописаны, проанализированы, найдены способы, как эти грабли обойти, на них не наступать. Поэтому даже на уровне просто самообучения, самообразования надо учиться менеджменту. Нужно читать эти книжки и применять то, что там написано на практике. Это реально спасет вас от многих и бед, головной боли и проблем с проектами, с которыми вы точно столкнетесь. То есть управление людьми, распределение задач, определение зоны ответственности, контроль за исполнением. Мотивирование не в смысле, ой, ты мой хорошенький, пожалуйста, поработай. А мотивирование, рассказать человеку, что он делает, как он в рамках этой производственной цепочки, где он стоит. И кто зависит от качества его работы. Даже просто поместить вот этого человека в контекст, рассказать, как работает система. Это уже очень многих людей мотивирует, по крайней мере, они начинают понимать, что они делают и зачем они делают. Потому что в очень многих редакциях вот этого понимания процесса нет. Многие журналисты думают о том, что они написали материал, отдали редактору, на этом их ответственность заканчивается, им глубоко наплевать. Много они сдали знаков, мало. Есть иллюстрации, есть заголовок. Ну, как бы это их особо не тревожит, просто потому что они часто не понимают, где они находятся в этой большой системе по созданию газеты, по выпуску интернет-сайта и так далее. Да, иногда приходится менеджеру мотивировать и кнутом, и пряником, и создавать атмосферу. Ребятам мы следим за соблюдением дисциплины. Но вот эта задача менеджера, это не проблемы в коллективе, это обычная рутинная работа человека, который управляет другими людьми. И тут кроется прям, тут зарыта такая собака. К сожалению, в наших редакциях те люди, которые управляют контентом, ну то есть люди, которые следят за редакционной политикой, за графиком выхода, за содержанием, за ошибками и соответствием интересам аудитории. Эти же люди обязаны еще и заниматься управлением коллектива, управлением людьми. И эти же люди очень часто в небольших коллективах обязаны еще и заниматься управлением ресурсов. И тут получается просто шизофрения у человека очень сильная. С одной стороны, главный редактор беспокоится о том, чтобы был качественный продукт, потому что его надо продавать, потому что его надо продвигать, и, собственно, это то, чем мы занимаемся. Поэтому управление людьми отходит на второй план и начинается, ну блин, ребята, ну что, ну вы же ничего не понимаете, что ли? У него не хватает ни сил, ни энергии, ни знаний, каким образом настроить их, чтобы они вкладывались в успешный продукт. И когда вся концентрация идет на контенте, на управлении контентом, не хватает времени для людей, тем более не хватает времени для ресурсов. И поэтому получается, когда разговариваешь с такими редакторами, они в первую очередь говорят, у нас не хватает людей, у нас люди низкой квалификации, у нас не хватает оборудования, у нас не хватает денег, ну, собственно, не хватает ресурсов. И я сразу в этом вижу, что люди просто не обращают, не концентрируют свое внимание, не занимаются вплотную управлением ресурсами, управлением людьми, потому что это задача менеджера – следить за квалификацией, следить за переходом из одной квалификационной группы в другую, организовывать обучение, потому что не бывает готовых хороших сотрудников. Мы их всех учим, мы их всех затачиваем под тот проект, в котором мы работаем. Всегда приходят полуфабрикаты, и даже очень-очень хороший профессиональный человек в рамках конкретного проекта должен будет переучиваться и подстраиваться под ту систему, которая у вас в редакции сложилась. И это нормально, это не проблема, это ежедневная работа менеджера по управлению людьми и по повышению квалификации. Точно так же думать о том, как имеющиеся ресурсы эффективно использовать – это тоже отдельная, просто ежедневная работа менеджера, который этим занимается. И вот непонимание того, что менеджмент – это не здравый смысл, а это определенная наука, это определенная логика, определенные навыки и действия, которые человек должен ежедневно делать, непонимание, что такое медиа-менеджмент в принципе, оно и приводит к перегрузу, к очень плохому планированию, к вечной работе с колес и вечной работе в состоянии аврала. И вот приезжаешь в такие проекты, классные люди делают очень хороший проект, но они еле живые и синие ходят. Не отдыхают, работают без выходных, работают без отпусков. Некоторые из этого делают, типа вот мы такие бедные и несчастные, а некоторые из этого делают некую гордость о том, что вот мы работаем без выходных. Хотя на самом деле то, что вы загоняете свои человеческие ресурсы в состоянии синевы, зомби и не спящих светлый, то, что вы это делаете, это показывает то, что вы не очень хорошо управляете, не очень хорошо занимаетесь менеджментом своей редакции. Поэтому, пожалуйста, давайте учиться, давайте ходить на тренинги, давайте читать книжки по менеджменту для того, чтобы у вас проект был выстроен системно, хорошо спланирован, люди имели возможность и отдыхать, и вкладываться своими идеями, и чувствовать благодарность за то, что они работают на этом проекте, получать себе достойную компенсацию и денежную, и рост авторитета, рост их значимости как специалистов. И у них было еще время для семьи, детей, чтения книжек, хождения в кинотеатры и так далее. Только тогда у вас проект будет жить достаточно долго, и он не выжмет из всей команды соки. То есть я всегда говорю о том, что рыба гниет с головы, и если мы видим не очень успешный проект, следовательно, с менеджментом в этом проекте достаточно плохо. Поэтому менеджеры, менеджеры, менеджеры – это тот слой, которого нам в российской медиаотрасли очень сильно не хватает. Это то, чему стоило бы, конечно, учиться многим редакторам и многим, в том числе и владельцам медиабизнеса.